Добрый день! Вы смотрите программу «Простые вопросы». С вами Дина Мустаева. Сегодня гость в студии – народный артист Мордовии, супер-болельщик Виктор Паутов. Виктор Архипович, здравствуйте! Здравствуйте! Накануне вам выпала честь побывать на финальной жеребьевке в Москве, после которой стало известно, какие команды приедут играть к нам сюда в Саранск в 2018 году. И попали вы на эту жеребьевку не просто так. Вы действительно символ нашей команды. Скажите, когда вы впервые вообще вышли на стадион с тромбоном? Ну, впервые я вышел, меня Эдуард Северяков уговорил съездить в Ульяновск. Наши играли там с Ульяновской «Волгой». Ну, говорил, я съездил, там играл все два тайма, все наши проиграли 0-1. Потом там Николай Иванович Меркушкин услышал, он был на этом матче, в городе встречает, меня по плечу похлопнул. «Виктор, ты ходи, ты ходи на футбол, ты будешь ходить». Я говорю, ну все, приказ есть приказ. И с тех пор я стал ходить. Это уже прошло, по-моему, лет 15 или 16. Скажите, в театре ваше увлечение поддержали? Когда идут спектакли, я на футбол не хожу. Когда свободно есть свет, я и на выездные ездил, играл там вот в Самару, в эти самые, да, несколько раз. Вот. А если идет спектакль, я на спектакле. Однажды меня Николай Иванович встречает в городе. «Виктор, ты завтра в Нижний поедешь, еще во второй лиге играть». Я говорю, «Николай Иванович, у меня завтра в Лебединозе». «А, ну ладно тогда идти на Лебединозе». Я знаю, что у вас была связана история интересная с Николаем Ивановичем, который вам подарил новый инструмент. Расскажите про нее. Ну, как-то мы играли в парке, в Духовом Аркес. Потом отыграли, там я поднимаюсь в гору, он идет навстречу. «Ты это, ты откуда?» Я говорю, «Да я из парка это». А у меня тромбон был старый. «Че тут у тебя тромбон? Ну-ка, покажи какой». Я раскрыл, показал, весь запаянный, перепаянный. «А сколько стоит хороший?» Я говорю, «Да тысячи три доллара в средние. Напиши мне письмо». Ну, я написал, в общем. Купили мне. Вот он, до сих пор у меня на нем играет. Сколько лет прошло с тех пор? Ну, вот, по-моему, 15-16 лет. Дорог вам этот инструмент? Ну, подарок, как все удивляются, да. Как вы вообще подбираете музыку для матчей? А музыку для матчей, смотря по ситуации, какая игра, как нападают, забили там это, 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 это. Не получается, начинаем ругаться на тромбоне, там это, разные мелодии. Ну, по ситуации играем. Все время два тайма в напряжении, что сыграть, а вот и нападают. Сейчас сегодня, сейчас нападают соперник, мне играть не надо, вот в страшной пыль не надо. А там наши в атаку пошли, какой-нибудь призывный, там, из-за Ида марш, это что-нибудь еще. Ну, по ситуации. Луганеса-Келунясь, говорят, вы часто исполняете, в какие моменты? Ну, когда в атаку идут, или когда забивают, все это, в общем, национально. Луганеса-Келунясь. Даже вчера Владимир Дмитриевич меня упомянул в своем, вот, они заседали. Ну, и так, в общем, все два тайма там, смотря что. Или призывный, или это. Удавалось ли пообщаться вообще с футболистами нашей Мордовии? Какие у них были эмоции, когда вы были на трибунах? Ну, они поддерживают, да, 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 да. И вот сейчас главный тренер, в общем, я с ним встретил, смотрю, спасибо тебе, что нас поддерживаешь. А когда вот они играли последний, ну, год назад, последний матч с этим, с Энергия-Лучом, да, Владимир Владимирович, 1-1, и вылетели. Я им со злости похоронил, я две ночи не спал всю. Потом идет этот самый тренер, весь Ростов, я говорю, ну, не расстраиваюсь, а сам это ужасно. Это ужасная ситуация была, конечно, я не знаю. Ну, вылетели, короче. Когда Мордовия вышла в премьер-лигу, какие чувства, эмоции вы испытали? Ну, я за нее все время переживал, и даже когда они были, вот, там, еще клуб строителей был в 50-х годах, и это, и это, и это. Очень приятно было, когда они выиграют, и это. Особенно, когда они вышли из класса Б, так называют, в первую лигу национальную, ну, здорово было. Потом Щербаченко был тренер, он их вывел в премьер-лигу. Мне дали еще какой-то приз специально, болельщика, там, с автографами все. Ну, короче, я, если обобщить, я постоянно переживаю из-за этой, из-за этой. Болельщики, в общем, и футболистам, всем нравится. Даже Веретенников был такой футболист, вот, он в газете как-то прочитал, он пишет. Вот вам повезло, у вас есть такой болельщик, у вас замечательный, Турбач, у вас вот больше нигде нет. Вот так, ну, мне приятно было. Сейчас у команды, к сожалению, непростые времена. Как вы считаете, пройдет эта черная полоса, все будет хорошо? Да футбол, игра есть игра, понимаете, есть только случайности. И это, не знаю, дай бог, чтобы нам повезло, чтобы выйти в первую лигу. Но пока у нас запас есть какой-то, посмотрим, что будет. 20 апреля мы на новом стадионе будем играть. Вот я приду обязательно, я поболею, все. Так что, не знаю, Суляновская Волга, это наш давний соперник, враг. В общем, мы его должны обыграть, что есть дух, несмотря ни на что. Когда было принято решение РФС о том, что нельзя приходить на матч с музыкальными инструментами, насколько вам было обидно это слышать? Да там один комментатор, в общем, Геннадий Орлов, не знаю, что-то ему помешал. А, в принципе, во всем мире играет, там, инструменты, труба, и там, это все, с барабанами, в общем-то. Когда я Волгу сказал, я говорю, Владимир Дмитриевич, что-то, я не пойду. Как? Да ты что? Я говорю, кто запретил? Да я, ну-ка, приходи. Ну, я прихожу, все молчат и играют. Пока. Команда не была, отбоя все. Вы уже подобрали репертуар, который будете играть на матчах чемпионата мира? Нет, пока я не подобрал. Надо все, надо сказать, там, Япония, кто там, Португалия, Дания, там, и все. Надо все продумать. Но пока время есть. Я еще пока не подобрал. Вы будете все посещать матчи? И вот с чего вы вообще ожидаете от этого чемпионата? Что это даст для развития футбола в Мордовии? Да и в Мордовии, в России, в первую очередь, и у нас уникальный шанс появился, чтобы удачным выступить. Мы играем дома, я не знаю как. Должны. Я всем говорю в интервью везде, что наши займут восьмое место. Вот в Москве, вот, во дворце съезда, там, с Ловчевым, с Евгением. Я говорю, наши восьмое место займут. Как? Да как? Да ты что? Я говорю, ну, это мой прогноз. Если прогноз сбудется. Ну, восьмое место, оно есть восьмое, это не призовое, это не 66-й год, когда на четвертое место заняли бронзовую медаль. Кстати, мне вручал вот этот сертификат вратарь английской сборной 66-го года, Бэнкс. Для меня было очень приятно. Я как раз в то время служил в армии в Москве, в образцовом оркестре. В общем-то, я помню тот матч, смотрел по телевизору. Когда вы вообще начали увлекаться футболом, откуда эта любовь? Да футбол – это самая популярная игра в мире. И все, я не знаю, вот, найдется ли на земле человек, который ни разу не ударил по мячу ногой. Понимаете? Это самая популярная игра. Все играют в детстве, только на каком уровне. Ну, все болеют за клубы, переживают за это, симпатизируют западным клубом, российским этим, этим. У каждого свои интересы. ЦСКА, Спартак. Лично я болею за Спартак. Я член Спартака с 57-го года. Я занимался лыжами, был чемпионом Мордовии по лыжам. Я знаю, что вы помимо футбола и лыж увлекаетесь еще настольным теннисом. Говорят, у вас дома даже стол стоял для игры в настольный теннис. Да, да, стоял стул. Я сыном занимался. В общем, он у меня десятикратный чемпион Мордовии был подряд, как вот с 10-го класса, в общем, 10 лет подряд. Потом, говорит, от твоего тенниса неприятность. И все, перестал играть. Ну, а так, серьезно, я тренировал. И это у меня чемпиона Мордовии, под моим началом призеры Мордовии. В парной я три раза был чемпионом Мордовии. Еще у меня к вам такой вопрос. Вы были на жеребьевке. С кем удалось пообщаться на этом грандиозном событии в Москве? Какие у вас впечатления остались? Ну, а с кем пообщаться? Вот именно болельщики, там 11 человек было, да? Ну, и так, в частной беседе они вот где-то проскальзывают там, что там, Саранск. У вас это, у вас это, там это. Я говорю, ну, приезжайте, посмотрите, что за город чистый, чистый, чистейший. Раньше у нас грязь была на дорогах, потом сейчас вывезли все это. Я говорю, и мэр у нас, Петр Николаевич Толтаев, да, сейчас шампунь и дороги моет. Они так удивились. Я говорю, приезжайте, посмотрите, все, не пожалеете. Ну, вы-то итогами жеребьевки довольны? Довольны, недовольны. Ну, в принципе, конечно, да, да, да. Надо выходить, выходить из-под группы, а там дальше, дальше, дальше. Психолога надо нам, чтобы они, они все выходят уже, как будто все побиты, щенки какие-то. Ну, с таким настроением нельзя тогда. Не надо выходить вообще на поле. Так будем болеть, переживать все. Надеемся, надеемся. Каким был вообще ваш творческий путь? Ну, творческий путь, я не знаю, я в детстве рисовал хорошо. За два года, три класса я закончил художественную школу, потом бросил, меня в спорт потянуло. В спорте я занялся лыжами, там, гимнастикой занимался еще. Потом в четвертой школе духовой оркестр завели, там, я играл на трубе. После десяти класса что-то меня потянуло в училище музыкальное. Я был чемпионом мордови по лыжам. Мне говорят, в университет поступай, в факультет выбирай. Я говорю, не, я в училище пойду. Ну, вот поступил. Это, наверное, судьба. Сколько вам в жизни приходилось встречать интересных людей? Есть ли вот, может быть, самое яркое воспоминание о встрече с каким-то известным человеком, который оставил неизгладимый след? Я не знаю. Ну, самое яркое впечатление. Меня призвали в армию в 63-м году. И потом где-то в Костромской области там ракеты, бомбы там охраняли все. Потом я написал письмо начальнику московского округа, подполковник Гуляев, чтобы меня перевели. Я закончил училище, я это и это. И там как раз ситуация такая была, что перед 20-летием Победы, в 64-м, ну, это 64-й год был, начало 65-го. Ну, меня перевели в Москву, в Академию Жуковского. И самое яркое впечатление, когда я перевелся, у нас дирижер был полковник Вихарев, заслуженный артист России. Вот, я прихожу в оркестр, докладываю ему. Товарищ полковник, рядовой Павлотов прибыл для прохождения службы. Я лысый, он на меня смотрит, как с того света. Я им отдаю пакет, он распечатает, читает, читает. Ну, матом сказал, что правительственную благодарность имеет. А мы как раз отгружали бомбы, ракеты во Вьетнам. Вот, я и не знал, ну, на этом вот. И он, в общем-то, для меня такое впечатление, за три года я от него очень много научился. Михаил Петрович Вихарев, полковник, он, в общем, великолепный был. Что вам дала служба в армии? Вы все-таки человек творческий в армии. Много, а там творчество. В 9 часов 8 встаю, в зарядку встаю. Я все время зарядку делал. Бегаю там по Петровской аллее, да, зарядку сделал. Но это, сходили на завтрак все, сходили, поели там солдаты, воспитники. 9-10, приходит полковник, сирена. 50 минут длинные гаммы. Потом сверхсрочники приходят. Еще час-два часа длинные. Потом концертные эти, репертуар, все, и так все три года. Так что, в общем, мне там очень много дал. Потом на третьем году я в консерватории поступаю. Сыграл специальность на пять. На следующий день мне надо другие специальность или сольщины в гармонии. Полковник подхожу. Я говорю, Михаил Турович, мне завтра, никаких завтра парад военно-воздушных домодедов будет. Брежнев, никуда ты не поедешь. Ну, я отыграл парад. Я говорю, я у вас не останусь. Я говорю, домой уезжаю. И приехал опять в Саранск. Вот судьба, наверное. Наверное, все-таки судьба. Мы очень рады, что вы остались в Саранске. Поддерживайте команду. Можете сыграть что-нибудь еще под занавес нашей с вами беседы? Что-нибудь любимое? Саранск. Спасибо большое. Не разыгрался, не размятый. Ну, в общем, куда денешься. Играть надо. Вот так и в футболе. Когда это все, дали тебе мяч, и ты не знаешь, что с ним делать. Опоздал, а мозги не соображает. Здесь вот сейчас у меня губы не размяты. И нот срывается. Ну, я сыграл, как умеет. Спасибо вам большое, что вы приходили к нам в студию. Для меня было большой честью пообщаться с вами. Я пожелаю вам удачи. И чтобы все ваши ожидания от футбола обязательно сбылись. Самое главное на сегодня, чтобы Мордой вышла в первую лигу. И наша национальная сборная удачно сыграла. Вот это самое главное. Мы все ожидаем в ожидании. И здесь, в Саранске, вот нашей команды Мордой. И сборная России. Ну, будем надеяться. Будем жить этим. Вы смотрели программу «Простые вопросы». С вами была Алина Мустаева. Мы совсем скоро увидимся вновь. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!